Приветствую, дамы и господа, это FreeStudio21.com, продолжаем читать бесконечный текст об эволюции человеческих видов, и это уже четвёртая часть, если я не ошибаюсь. Представители обоих видов были сильны и более приземисты, чем средний человек в наши дни, но неандертальцы были особенно крепкими. Здесь интересно вот это, с одной стороны Strong, это нормальное прилагательное, а здесь уже Stalker, и это уже сравнительная форма. Мораль, однородные прилагательные могут быть разного вида, могут быть как в сравнительной форме, так тут же и в исходной форме, и даже в наивысшей степени сравнения могут быть, не суть, важно, главное End между ними поставить. Далее, вот это слово Stalky, оно такое, возможно, необычное, это приземистый, коренастый, вбитой, как ещё говорят. Далее, The Average Human Today, обращаем внимание на артикль The. Далее, Neanderthals, ясно, и далее бесподобное слово Robust. Robust может относиться не только к человеку, оно может относиться ко всему, то есть крепкий, неубиваемый. Robust может быть инструмент, может быть материал, может быть всё, что угодно, то есть такое, которое невозможно сломать, невозможно разбить, невозможно повредить. Здесь имеется в виду в первую очередь человеческое тело, физические качества и сила и всё вот это. Их скелеты показывают или доказывают, что у них были широкие плечи и толстые шеи, говорит Стрингер. Но в данном случае show можно понимать как proof, почему бы и нет, можно понимать как demonstrate, ибо мы делаем эти выводы на основе ископаемых костей. Homo sapiens, on the other hand, had longer forearms, which undoubtedly enabled them to throw a spear from some distance with less danger and using relatively little energy, explains Стрингер. С другой стороны, Homo sapiens имели более длинное предплечье, что несомненно делало их способными бросать копьё с определённого расстояния, с меньшей опасностью и используя относительно меньше энергии, объясняет Стрингер. Но здесь лучше начинать не с Homo sapiens, а с on the other hand, потому что on the other hand, по идее, должно было быть в начале предложения. Это то же самое however или but. Можно, конечно, и дословно переводить, но мне кажется, что это неудобно. Далее forearms – это предплечье. Ну вот, вот эта часть руки. И далее очень типичный приём, когда на действие, перед действием навешивается ещё наречие. Нам для понимания перевода это немного усложняет жизнь, но это даёт, ну если угодно, показывает отношение говорящего к этому факту. Чтобы не говорить вот это пресловуто I have no doubts или I believe или ещё что-нибудь такое, чтобы вот этого не было, ибо это не очень хороший приём, вот можно поставить такое наречие, можно certainly, можно undoubtedly, можно там миллион других вариантов, и это должно обязательно стоять сразу перед действием. Это так называемый viewpointed verb. И таким образом мы свою точку зрения демонстрируем на предмет. И далее enable – тоже классное слово, то есть по большому счёту make them able, или же, как вариант, make it possible for them. Можно и так это говорить. Но оба варианта длинные. Ну если я enable, не знаю, тогда мне придётся вот такие вот длинные штуки использовать. Далее, позволяло им или делало их способными делать что? Бросать копьё. И далее бросать копьё откуда? С определённой дистанции. Далее, кроме того, что с определённой дистанции, ещё с меньшей опасностью. Но здесь, понятное дело, не с меньшей опасностью, ну, как бы это непонятно, что это имеется в виду. Это с меньшим риском для себя. Когда мы имеем выражение делать что-то, do something with less danger, это делать что-то с меньшей опасностью для себя. Если сказать это иначе, do it safer. И далее, автору ещё этого показалось мало, и он ещё добавляет, используя относительно мало энергии. Если мы обращаем внимание на вот это relatively, это то же самое, как undoubtedly, выше было. То есть, относительно мало энергии. Можно было сказать less energy, losing less energy, это тоже правильно было бы. Но можно и вот как здесь, почему бы и нет. This long range ability may have given homo sapiens an advantage in hunting. Эта способность действовать на длинное расстояние, возможно, дала виду homo sapiens преимущество в охоте. Мы, конечно, этого точно не знаем, но тем не менее. Вот это long range ability, бесподобное выражение. Если дословно, получается ерунда, конечно. Конечно, способность на длинную дистанцию, какая способность, что за способность, нужно посмотреть в предыдущее предложение. Вот у нас где enable было, и enable у нас что было? Throw a spear. И вот это та самая ability, вот оно, вот к чему ability здесь. Поэтому, когда мы это будем пытаться перевести, нужно говорить лишние слова, потому что иначе будет непонятно. Ну, я напишу способность действовать, но это не совсем будет верно. Здесь способность, ну, бросать копьё, если угодно. Но надо понимать, что long range ability – это не обязательно о бросании камней или копья. Это может быть о чём угодно, в принципе. Это может быть охват руки, это может быть зона действия радара какого-нибудь, это может быть зона действия сигнала и всё такое. То есть, это такое абстрактное достаточно понятие. Нужно смотреть контекст, о чём идёт речь. Здесь у нас контекст такой, но не всегда такой может быть. Далее may have given. У нас уже были такие выражения. Это предположение относительно прошлого с малой долей уверенности. May показывает мне уверенность, ну, в лучшем случае, процентов 30. То есть, мы точно не знаем, что именно дало гомо-сапиенс преимущество. Может, их способность там бросать копьё, может быть, им повезло, может быть, ещё чего-нибудь. Ну, в общем, это наши гипотезы. Поэтому, если бы мы были уверены, мы бы тогда сказали, must have given, должно быть, дало возможность. Или более чем мы уверены, что оно дало возможность. Но здесь may показывают, что это гипотеза и не факт, что так было. Далее. Advantage in hunting. Ну, преимущество в охоте. Обращаем внимание на предлоги. When it came to keeping warm, Homo sapiens had another skill. Weaving and suing. Когда дело дошло до того, чтобы согреться, Homo sapiens имели ещё один навык – ткачество и шитьё. Вот это очень классное выражение. По сути, это time close. Технически это просто придаточное предложение времени. Но здесь само предложение хорошее. Ну, сделаем себе чуть больше места, чем прекрасные электронные доски. Здесь можно при переводе фантазировать. Когда пришлось греться. Иными словами, можно было бы сказать When they had to keep themselves warm. Ну, а можно, когда дело дошло до согревания. Ну, просто, я не знаю, мне так не нравится, как-то оно не звучит. Далее. Skill – навык. Умение можно по-другому сказать. Archaeologists have uncovered simple needles fashioned from ivory and bone alongside Homo sapiens dating as far back as 35,000 years ago. Рядом с останками Homo sapiens археологи откопали примитивные иглы, которые те смастерили из слоновой кости, ну и обычной кости животных, и которым целых 35,000 лет. Здесь я не дословно перевожу. Просто дословно здесь некрасиво. Мне не нравится, как здесь дословно, что археологи откопали примитивные кости, потом смастерённые из чего-то там вместе с Homo sapiens. Ну, то есть, ничего не понятно, кто кого смастерил и где откопали и вообще. Поэтому нужно фантазировать. Вот это alongside Homo sapiens – это вместе с Homo sapiens откопали и кости. Но понятно, что не сами Homo sapiens откопали, а скелеты откопали. Это были какие-то захоронения. Здесь об этом нет ни слова, но оно подразумевается. То есть, alongside Homo sapiens были ещё simple needles. И это всё завязано на uncovered. То есть, uncovered мы вот это и вот это. Далее, очень интересно стоит слово fashions. Мы привыкли, что fashion – это мода. Ну, и при чём здесь иглы? А иглы здесь какие? Сделанные. То есть, здесь made, по большому счёту. Кстати, слово fashion очень часто используется как смастерённый. От этого, собственно, и fashion происходит, мода. То есть, fashion something – это create something. Или produce. И, кстати, fashion ещё может быть как существительное в роли способа, манеры. То есть, means, way может и так использоваться. Поэтому, когда видим слово fashion, не будем спешить никогда переводить его модой. Потому что с модой это может не иметь ничего общего. Далее, ivory – слоновая кость, а bone – это обычная кость. Ну, то есть, из любой кости, в принципе, иголки можно сделать. Но можно, конечно, и слоновой, если были слоны. И далее вот это. В тексте уже такой приём был. Dating as far back as. И далее называется data. Вот это as far могло и не стоять, в принципе. Можно было сказать dating 35,000 years ago. И всё. И этого было достаточно. Ну, back можно было бы ещё использовать. As far as. Здесь усилитель. Не более того. Здесь это понимается как так давно, как. Можно сказать целых 35,000 лет. Using this technology, we could use animal skins to make ourselves tents, warm clothes and fur boots, says Stringer. Используя эту технологию, мы можем использовать шкуры животных, чтобы сделать себе палатки, тёплую одежду и меховые ботинки, говорит Stringer. Ourselves можно было не ставить вообще, ну, как бы изготовить себе сами палатки. Ну, то бишь, они их не купили, не украли и вообще они их сами себе сделали. Используя эту технологию, классика жанра, здесь у нас a participle structure. Можно было сказать by using this technology, естественно. In contrast, Neanderthals never seem to master sewing skills, instead relying on painting skins together with thorns. И наоборот, казалось или кажется, что неандертальцы никогда не смогли освоить технологию шитья. И вместо этого полагались на скрепление шкур вместе колючками. In contrast, очень хорошее выражение. Можно по-другому сказать unlike this. И дальше тоже запятая. Далее вот эта интересная штука. Sim в данном случае это linking verb. Он, в принципе, может относиться как к настоящему времени, так и к прошедшему. Здесь и так, и так будет верно. То есть, казалось, никогда не освоили. Ну, тоже можно, как вариант. Очень изящно здесь never использован. Потому что нам нужно отрицание. А отрицание после linking verbs, после всех этих seems, grows, turns out, happens. Ну, not после них ставить можно, в принципе. Но это не очень красиво получается. Это неудобно, оно не поворотливо вообще. Поэтому never очень хороший вариант. И обращаем внимание, где оно стоит. Ему можно было бы перед to master поставить. Это тоже было бы неплохо. Sim never to master. Это правильно было бы. Далее слово master. Освоить. Здесь не хозяин, а здесь это действие. Master something, когда я говорю. Это освоить. Научиться чему-то. Можно и так сказать. Причём это не только какие-то физические навыки. Это может быть, в принципе, любые навыки. Далее. Assuming skills. Обращаем внимание, что когда нам надо уточнение, какого рода у нас навыки, нам можно выйти из положения вот так. То есть мы ставим активность сначала первой с ингом, а потом ставим слово skills. Ну или skill. Здесь может быть множественное, может быть единственное. Всё зависит от характера активности. И можно просто переводить это активностью. То есть не освоили шитьё. Skills при этом можно не трогать, потому что и так всё понятно. Ну, можно сказать, и умение шить. И далее instead вместо этого. И далее опять оборот. Если бы не этот оборот, пришлось бы говорить так. Never seem to master sewing skills. Запятая. Даже точку с запятой можно было бы поставить и сказать. Instead, they relied on painting skins together with stones. Это тоже было бы верно. Rely on. Полагаться на. Или рассчитывать на. О, вот так лучше. У него есть ещё дублёр. Count on. Это, в принципе, то же самое. И далее. Painting skins together with stones. Painting – это когда мы скрепляем как булавкой. Pain – это булавка, собственно говоря. Ну, то есть колючки у них как бы булавками служили. Ну, в принципе, и сейчас тоже мы так делаем иногда. И здесь можно остановиться. Скриншот всего этого по ссылке в описании видео. Ссылка на плейлист по LTS также в описании видео. Ссылка на книжку в описании видео, если у вас её нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и продолжение следует.